Всем привет! Вы на канале IT Просто. В этом видео я покажу как работать с платными ESP и не только ими, используя язык программирования Python. Поехали! 90% зрителей моих видео почему-то до сих пор не подписаны на канал. Если вам нравится мой контент, прошу вас подписаться. Вам это не сложно и в любой момент вы сможете отписаться. А для меня это самая лучшая мотивация снимать новые видео. Большое спасибо! Итак, мы будем использовать MicroPython. Сначала чуть-чуть теории. MicroPython это компактная и эффективная реализация языка программирования Python 3, включающая небольшое подмножество стандартной библиотеки Python и оптимизированная для работы на микроконтроллерах и в ограниченных средах. MicroPython содержит множество расширенных функций, таких как интерактивная подсказка, целые числа произвольной точности, замыкание, понимание списков, генераторы, обработка исключений и многое другое. Тем не менее, он достаточно компактен, чтобы работать и поместиться всего на 256 килобайт пространства кода и 16 килобайтов зум. Хорошо, что такое MicroPython, надеюсь, понятно. Но как он работает? Если вкратце, MicroPython это интерпретатор языка Python, который устанавливается на небольшие платы и способен выполнять Python код. Этот код пишется на компьютере и после, через специальную программу устанавливается непосредственно на нашу плату. С ним вы можете писать простой Python код для управления оборудованием, вместо того, чтобы использовать низкоуровневые языки, такие как C или C++. Хотя, с другой стороны, C++ код будет занимать меньшее пространство памяти. Теория закончилась и теперь переходим к практике. Нам надо скачать прошивку для нашей платы. Я буду показывать на примере платы ESP8266, но данная схема будет работать со всеми платами с поддержкой MicroPython. Открываем браузер и переходим на сайт micropython.org. Тут ищем прошивку для нужной платы. Заметьте, что тут есть три версии ESP8266, отличаются они в флеш-памяти. Выбираем актуальную версию и скачиваем. Я скачал заранее. Для установки прошивки нам нужна специальная утилита. Скачиваем ее командой pip install esp tool в терминаре. Далее вводим команду для очистки памяти платы. Но если у вас появляется ошибка, тогда введите следующую команду. Вводим команду заново. Если вы не знаете, к какому порту подключена ваша плата, тогда вы можете открыть Arduino IDE и посмотреть, к какому порту там подключена плата. Этой командой мы очистили память, и теперь мы можем установить новую прошивку. Все команды будут в описании. Проверьте порт. Скорость порта должна быть 460 800. Если будут ошибки, тогда снизьте скорость до 115 200. И обязательно укажите путь к файлу прошивки. Отправляем команду, и наша плата перепрошита. Как я и говорил ранее, микропайна поддерживает функцию интерактивная подсказка. Это значит, что мы можем вводить код, и плата сразу же будет его выполнять. Для этого мы можем использовать программу TerraTherm для Windows, Screen для Mac, и Pico.com или Minicom для Linux. Установим Pico.com на Linux. У меня есть список команд для установки на Archie Linux, Debian Ubuntu и Fedora Linux. Все команды, опять же, будут в описании. Выполняем нужные вам команды и идем тестировать. Если хотите сразу перейти к загрузке кода в плату, переприньте по тайм-коду. Они также есть в описании видео. Вводим в терминал команду Pico.com порт платы и-B115200. Это наша скорость порта. Нажимаем пару раз Enter. И тут мы можем вводить команды, которые будут выполняться на плате. Вот простой код мигания встроенным светодиодом на плате. Продолжение следует... Ну, поигрались, да хватит. Перейдем к чему-то более серьезному и масштабному. Загрузим на плату код веб-сервера, на котором можно будет контролировать встроенным светодиодом на плате. Почти из любой точки мира, ладно, из локальной сетки. Для этого скачем программу Tony, команда pip3 install Tony. Или с помощью команды bash. Или для дебильного Ubuntu, sudo apt install python3-tk Tony. Или для CentOS или Fedora, sudo dnf install Tony. А в Windows или Mac скачайте прямо с сайта Tony.org. Открываем программу. Первым делом в настройках меняем Python на MicroPython. И выбираем порт платы. После этого слева у нас появятся файлы, которые находятся на плате. Если у вас нет этой панели просмотра файлов, тогда включите ее во вкладке view сверху. Для примера напишем функцию print и посмотрим, выведет ли нам аргумент board connected. Вывод есть, значит плата не спит. Boot.py это файл, который автоматически запускается при запуске платы. В него добавим следующий код для подключения к сети. Будьте внимательны, что вся информация от сети берется из файла config, который мы сейчас создадим. И поместим туда две переменные. Seed и password. Помимо этого, надо создать еще один файл сайт.py. И поместить туда код сайта и обработчик запросов на включение и выключение светодиода. После того, как у нас имеется три файла, мы их сохраняем и запускаем в файл boot.py, нажав на кнопку запуска, либо на F5. Для съемок видео я тестировал этот код, но почему-то именно во время съемок моя плата отказалась работать на совсем. Код загрузился, но плата его не исполняла. Я сидел примерно 30 минут и думал, что не так. В итоге, если какие-то проблемы и плата не выполняет код, сначала проверьте правильность Wi-Fi сети и пароль. Потом остановите плату, нажав на круглую красную кнопку сверху экрана. И в терминал в программе нажмите сочетание клавиш Ctrl-C. Тем самым процессы на плате остановятся и вы сможете повторно загрузить код в плату. После этого нажмите кнопку reset на плате. В крайнем случае, переподключите плату к компьютеру и попробуйте все заново, то что я сказал пару секунд назад. В итоге плата должна включить локальный сайт. Перейдя по IP-адресу платы, вы попадете на этот сайт. IP-адрес плата выведет при подключении к интернету. Или вы можете посмотреть его в консоли в админ панели роутера. Перейдя на сайт, видим две кнопки, которые можно управлять вторым пином на нашей плате. Вы можете посмотреть, как это все работает. Я старался детально объяснить, как все работает. Если есть вопросы или идеи, пишите в комментариях. На это видео потратил целую неделю. Приходилось три раза перезаписывать полностью с самого начала все видео. Но я надеюсь на вашу поддержку. Буду рад вашим лайкам и подпискам. Большое спасибо за просмотр. И помните, будущее начинается сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok